Волнуются за будущее нового сквера. Речь идет о жителях Перекопского городка. Раньше на этом месте были заросли самосева, а соседнее здание заброшенной военной гостиницы приватизировали сомнительные личности без определенного места жительства. Теперь здесь новый сквер с детскими и спортивными площадками. А вот брошенное военными здание, по слухам, перепродали какой-то частной компании, которая хочет возвести многоэтажный дом. Жители в шоке, городские власти в недоумении. Стройка загубит и новые скверы, и единственное на весь военный городок общественное пространство. Все это стало возможным после того, как по новому областному закону почти все полномочия по выдаче разрешения на строительство и ввод новостроек в городе Владимире перешли в ведение областной администрации. По мнению экспертов, для муниципалитетов лучше, когда не знают, что происходит на их земле, и сами контролируют этот процесс. Когда мы говорим о вопросах, связанных с территориальным планированием, с градорегулированием, градостроительством, состройкой территории и так далее, это исконные вопросы местного самоуправления. Кому, как ни городу, определять, каким будет его лицо. И с этой точки зрения, я считаю, что, конечно, действия субъектов федерации, которые изымают у муниципальных образований такие исконные вопросы местного значения, ну, не способствуют развитию территории. Но в качестве примера, что можно привести? Вот самые негативные, допустим, последствия подобных решений? Ну, как я уже сказал, это чаще всего выражается в том, что у региональных властей появляются свои представления о том, как нужно развивать ту или иную территорию, появляются свои определенные группы влияния, которые приходят на те или иные территории. Это порождает конфликты с существующими и политическими элитами на местном уровне, и с жителями, проживающими на этой территории. Продолжение следует...